Девушки отдыхают Как вы поживаете? Нормально, красиво у вас в этом обои А, это Киев Будущее Классное, мне нравится Мне тоже Особенно динозаврики Знаете, сколько можно сало с этого бронтозавра сделать? Да, ну Сало не знаю, не пробовал Я тоже не пробовал В будущем, когда Тарас с Миколой засолят Такое будет классное Ну это в будущем В будущем мы не знаем, что будет в будущем Не, просто знаем Я в принципе знаю, что будет в будущем Да, знаю Что будет дальше, как будет На несколько тысяч лет Как будет происходить Все это На Земле, что будет дальше Не, ну это миллионы Вот этот период занимает миллионы лет Не тысячи Я бы с вами не согласился Потому что По моим данным Возраст Земли Шесть тысяч лет Вот хотите вертик, хотите нет Шесть тысяч лет Подождите, а как же А вот это А вот это что доказывает, что мы когда-то учили В советских В школах учебников Миллионы, миллиарды лет Как бы сказать Динозавры Это период Это самый Короче Это все, как бы сказать Туфта Теория Этого взрыва Теория Дарвина эволюции Взрыва Это все туфта Она ничем не подтверждена А наука подтвердила Что это самый Земле Шесть тысяч лет Еще такой маленький момент Когда говорили, что там Ну когда Говорили, что лед Когда в Афтартиде замерз И вот эти слои Слои Они как бы определяют Возраст Земли Ну вот представьте себе Один слой Такой, типа как Изменения Там черный, там белый Знаете, такие Отведут эти самые Что один слой Это один год Но представляете себе Что на глубине На глубине Там, короче Подо льдом Нашли Американский бомбардировщик И от верха До американского бомбардировщика Было, по-моему Пять тысяч Вот этих линий Абсурд, правда А оказывается Это в линии Это не возраст земли А линия Это, как бы сказать Перемена Температурный перепад Ну ладно Объясняю, почему Шесть тысяч лет Можете принять Можете и нет От сотворения мира До потопа Прошло Две тысячи лет То есть Вы знаете Что на земле Был поток И в доказательство Этому Нашли Ноя в ковчег На верхушке Ара-арарат Когда Подождите Мы считаем Наше время Наше время Это вот От Рождества До Рождества Христова И после смерти То есть Я объясню Начинается Дайте закончить Дайте закончить Мы дойдем до этого То есть От сотворения мира До потопа Прошло Две тысячи лет То есть Получается Подтверждение Этому Мы нашли Ноя в ковчеге Который спас Ковчег и его Короче Родня На горе Ара-арарат Можете загуглить И Там эта информация Есть Дальше От потопа От потопа До рождения Иисуса Христа Тоже прошло Две тысячи лет И от рождения Христа До нашего момента Прошло Две тысячи Двадцать Четыре года То есть Тотал Как бы сказать Общий Общий возраст Земли Шесть тысяч Шесть тысяч Двадцать четыре года А динозавры Были Да Они были До потопа А где они жили Они в космосе Летали Нет Они были На земле До потопа А до потопа Сколько лет Земле было До потопа Сотворение мира До потопа Две тысячи лет То есть Вот это Динозавры То есть Сначала Было Просто Кусок Породы Потом Вода Появилась Потом В воде Зародилась Жизнь Потом Вышли Динозавры Потом Вот это Буйство Динозавров Было И Папоротников И всего Остального Все это Вложилось В две тысячи лет Ну как Вам объяснить Вот сейчас Чтобы долго не ходить Одну минутку Вот мы возьмем Источник Я вам прочитаю Слушайте А вот Еще один вопрос Прежде чем Вы прочитаете А вот Серьезно У вас такая история Альтернативная Интересная Там Ваши истории Украинцы Копали море Что Украинцы Что Черное море Копали Ну такого Не слышал Ну ты его Не копал Ага Значит Что у вас Другая реальность Ну хорошо В другой реальность Смотрите Вначале Сотирил Бог Небо И землю Земля же Была Безвидна И пуста И тьма Она Бездной И дух Божий Носился Над ней И сказал Бог Да будет Свет И стал Свет И увидел Бог Свет Что Он Хорош И отделил Бог Свет От тьмы И назвал Бог Свет Днем От тьмы Ночью И был Вечер И было Утро День И сказал Бог Да будет Тверь Посредел Ваш Вопрос Ответ И сказал Бог Да будет Тверь Посреди Воды И да Отделят Она Воду От воды И создал Бог Тверь И отделил Воду От воды Тверь Это небо Как будем Говорить От воды Тверь И назвал Тверь И стало Так И назвал Бог Тверь Небом И был Вечер И был Утром День Второй Дальше Подождите Подождите Вы мне Сейчас Объясняете С религиозной Тоже Зрение Это не религиозная Это сотворение Земли А подождите Подождите Что Какой источник Вы сейчас Считали Это Библия Да То есть Вы мне Сейчас Основываясь На Библии Попирая Каноны Всех Наук То есть Попирая Каноны Всех Наук Вы мне Пытаетесь Доказать Что Земле Шесть Тысяч Лет И Бог Сотворил Ее За шесть Дней Да Вместе Со Все Подождите Если Бог Сотворил Все За шесть Дней Вместе С Адамом И Евой Тоже Да Я так Понял Немножко Не так Если Дали Мне Дочитать Не Я Просто Нет Подождите Если Бог Сотворил Все За шесть Дней Почему Шесть Тысяч Лет Тогда Ну Бог Сотворил Правильно Потому Что Адам Прожил На Земле По Моему Восемьсот Лет Адам Прожил Восемьсот Лет Потом Еще До Адама Жили Люди И Сколько Прожил Ну Я там Не знаю Подождите Адам Разве Был Не Первый Человек Первый Он Прожил На Земле А Как До Него Жили Люди А Ну Если Адам Первый Человек То Как До Него Жили Люди А До Него Люди Не Было Вы Что Сами Сказали До Него Жили Люди Не Помню Адам И Ева Адам Был Первый Человек От Него Я Сказал Что Он Прожил Восемьсот Лет Вот И С Чем Толи Там Я Не Человеческий От Них Произошел Мест Рост Человеческий Ну А Потом Как Сказать Когда Земля Наполнила Злодеяниями Убийцами И так далее Бог Решил Потопить Как Вы Думаете Как За 40 Дней И Ночей Столько Было Воды Что Вода Полностью Покрыла Всю Планету Откуда Взялась Вот Эта Вода А Антарктида И Северный Полюс Растопили Нет Тогда Не Было Ни Антарктида Ни Северного Полюса Земля Тогда Понимаете Что Тогда Стрим Повернул Не В Ту Сторон Даже Вот Этот Самый Нашли Когда Начну Делают Раскопки Еще Динозавры Там Короче Люди С Большими Ногами Это Было Я Верю Это Правильно Это Даже На Основании Библии Там Такое Тоже Есть То Получается На И На Земле Был Парниковый Период То Как Вы Видели Что Отделил Бог Воду От Воды И Поставил Это Небо То Сверху Над Небом Была Оболочка Воды Там Была Вода И Вот Когда И Она Упала Вниз В виде Дождя Да Когда Начался Потоп Бог Открыл Твердь И Оттуда Вода И Еще Снизу Короче Со Все Источников Она Она Быстро Затопила Но Когда Вода Ушла А Куда Она Ушла С Неба На Землю Ушла Вода То Потом Что Бог Сделал Бог Наклонил Чуть Чуть Землю Она Сейчас Под Уклоном Стоит И Появились Полюса И Поэтому Вся Вода Которая Была Как Былась Землю Появился Северный Южный Полюс Вся Вода Она Там Собралась И Как Наверное И Началась Тогда Короче Земля Обращаться Вокруг Солнце И так Далее А раньше Был парниковый Период Вот Эти Были Парю Здоров Полюти Жди А солнце Тоже Бог Создал Да То есть Бог Создал Вселенную Да И Заняло Сколько лет Насчет Вселенной Не знаю Но Написано Что Бог Сотворил Этот Мир Планеты Земля Все Короче Этот Мир Был Сотворен За Шесть Дней А Насчет Вселенной Библия Ничего Не Говорит То Само Как Сказать Объяснить Не Знаю Как Это Проще Сказать Я Уже Все Понял Вы Уже Все Сказали Я Уложилась Так Стройно Уложилась Я Все Понял Честно Честно Давайте Я Просто В другой Реальности Живу У меня По-другому Понятно Хорошо Тогда Последний Вопрос Если Не хотите Дальше Продолжить Просто Скажем До свидания Могу Сказать Сначала Слава Слава Богу А потом После Слава Богу Слава Украине А Причем Здесь Одно К Другому Не Мне Просто Интересно Ладно Я Понял Слава Богу Объясняю Объясняю Потому Что Написано В писании Бог Сказал Своей Славы Не Отдам Никому Люди Кричат Слава Украине И Слава ЗСУ Я Говорю Я Не Против Что Вы Говорите Слава Украине И Слава ЗСУ Но Вначале Нужно Воздать Слава Богу Еще Объясняю Почему Потому Что Украинцы Военные Украинцы Подождите 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 Вы Мне Только Что Сказали Что Бог Сказал Что Своей Славы Не Отдаст Никому Сейчас Подождите Сейчас Вы Говорите Что Вы Не Против Чтобы Славили Украину И Славили ЗСУ Но До Этого Надо Славить Бога Откуда Вы Знаете Сколько Подождите Откуда Вы Знаете Сколько Богу Достаточно Славы Чтобы После Этого Славить Что То Другое Может Бог Сказал Вообще Не Хочу Чтобы Никого Славили Кроме Меня Такого Нет Написано А он Сказал Что В этом Духе Или Нет Есть Пример Приведу Давайте Библейский Когда Ирод Взял Апостола Петра Заковал В темницу Потом Пришел Ангел Освободил Его Оттуда Ну Потом Он Пришел Поискал И Нашел Казнестраж И Начал Потом Выступать Перед народом И Народ Кричал Это Волос Не Человека А Бога И В этот Момент Бог Поразил Этого Царя И Он Был Заживо Съеден Червями И Дальше Пишется Потому Что Он Не Воздал Славу Богу Как Так И Понимаете Я Всегда Говорю Потому Что Опять же Оступлюсь Немножко Не Перевайте Мы Молимся Богу И Просим Бога Чтобы Он Защитил Наших Воинов Мы Обращаемся К нему Чтобы Он Стал На Защиту Просим Так Правильно Для Начала Чтобы Что-то Попросить Воздайте Слава Богу А Потом Просите И Слава Украине Я Так Просто Придерживаюсь Слава Украине Слава Звездству Но Бог Бог На Первом Месте Подождите Смотрите Вот Так Славите Украину Как Что Как Страну Как Государство К Как В Насчет Славы Украине Я Поддержку Украины Украины Как Чего Как Стипа Территория Как Государства Ну В Поддержку Украины Ее Страдания То Что Идет Война То Что Люди Игнут То Что Украина Защищает Вы славите страдания Поддерживаю Делаю утешение Вы неправильно меня поняли Утешение это значит не славить А наоборот Выразить соболезнование Сочувствие Я выражаю соболезнования Но Я не знаю почему Так сложилось Может большинство Может я не прав Я не говорю что я 100% прав Может я ошибаюсь Если ошибаюсь я приношу свои извинения Но когда Общаясь в чат рулетки В пабликах Везде только не слышно Люди умирают на глазах За сварлами славы Украине Даже человека которого расстреляли Вы знаете Когда он там в моем середине курил Он сказал славу Украине И получил автоматную очередь Именно за славу Украине Именно за славу Украине То есть вот за то что он сказал славу Украине Его застрелили Его застрелили А если бы он это не сказал Его бы не застрелили Я думаю что нет А зачем он это сказал А спросите у него То есть он жить не хотел Я не знаю Что он думал в этот момент Не ну просто вот если так подумать Вот осознанно Человека Вот заметьте Человека поставили Видать Опять же Я к этому отношусь Я его Подождите Его поставили Видать расстрелять То есть его хотели расстрелять В самом начале Возможно Опять же Я могу ошибаться Я этому не радуюсь Я этому Знаете Я как факту Обычно Когда Вот Приводят приговор Какое бы то ни было В исполнении То есть Человеку Дают по крайней мере Сигарету Ему дали сигарету Он же с сигаретой был Правильно? Ну да То есть его Планировали расстрелять Дали последнюю сигарету Выкурить Я прав или нет? Я подробностей не знаю Не не Ну Если Если взять Если взять Из того Как вот фотографии Видео Показывать То есть ему дали сигарету Последнюю Вы видели это видео? Это видео видели? Я не видел Я видел просто вот изображение То есть он стоит с сигаретой Подождите Подождите То есть он стоит с сигаретой То есть ему дали Он же не с кармана достал сигареты потому что я у я просто уверен что их проверили все забрали ему дали сигарету его планировали расстрелять в итоге он перед смертью зная что все равно он погибнет он сказал славу украине я не знаю какими там он чувствами как бы то ни было и что то есть не надо здесь здесь тогда это не объективно говорит что его расстреляли только для то за то что он сказал славу украине но это она это ваша точка зрения ну как моя туча как по-другому вы это объяснить не знаю я не могу ничего объяснить я хорошо пример может быть неудачным но с другой стороны допустим взять украинские войска и так далее то что-то летит пролетел даже тот самый взять допустим это что люди даже мой племянник продолжил бегнулся с войны другой племянник учиться в польше было это неважно но люди идут в бой как бы сказать от в атаку отражает и все равно со словами славы украине идут бы сказать в атаку слушайте у вас у вас я вас примерно уже прекрасно понимаю те люди которые считают что они зина защищают свою страну защищают свою родину молодцы все но у вас с этим же возгласом грабят ваш народ те кто у власти вот этими слава украине они знают что люди на это идут и они вот этими же та же самая вашего вот начальство ваших которых ловил на грабеже там быть здесь коррупция там коррупция тоже кричать слава украине при этом они грабят может быть да или нет иначе бы если бы они не кричали их бы обвинили в том что они не любят родину у меня нет ответа на этот вопрос подождите подождите когда нет ничего не разобрались подождите было слава богу потом слава украине теперь мы вернулись а первым подошли к слава зсу почему вот они работают этими вот рим я слава богу слава украине почему нету славу українскому народу народу территории которую вот населяет вот этот народ я думаю под слова украине подразумевается весь украинский народ это государство это одно и то же так слава украина у вас до этого спросил слава украине что означает слава государству Слава стране или что? Вы мне так не ответите Это полностью всего Включая государство Тогда зачем, если это подразумевает все Тогда зачем кричат слава ЗСУ ЗСУ это армия, это плоть от плоти народа Как ты его знает, они так говорят Я это слишком не понимаю Так говорят Кстати, это Как бы сказать Это приветствие Это стало армейским приветствием Даже Когда раньше в Советском Союзе было Здравия желаю, короче отвечали В армии, да, начинают ответ Здравия желаю Нет, у вас сейчас нет И раньше было здравия желаю И отвечали здравия желаю А сейчас у вас Слава Украине и в ответ героям слава идет А у вас нет, вы что не из Украины? А? Я нет, я не из Украины А откуда вы? Я из Соединенных Штатов Какой штат? Нью-Джерси Нью-Джерси Нью-Джерси, это где именно? Восточное побережье Это между Нью-Йорком и Вашингтоном И Филадельфией Вашингтон, ДС, да? Ну, конечно, ДС Вашингтон, штат на другой стороне Может быть, когда-то и встретимся Добро пожаловать Штат Вашингтон, США А, вы в Вашингтоне? Что это делать? Да, штат Вашингтон, США Назовите мне, пожалуйста, столицу штата Вашингтон Олимпия И чтобы было понятней Вот, я сейчас вам кое Не-не-не-не, я Я понял уже, я понял Сколько у вас сейчас времени? Времени сейчас скажу Три часа и двадцать четыре минуты Вот, смотрите Все, я понял, я понял Я понял Не обязательно мне показывать Я понял Обычно достаточно Обычно достаточно спросить Обычно достаточно спросить Столицу штата Ну, я не знаю, почему назвали Почему Олимпия хотя бы Как бы оно не было Если бы так разобраться с Сеатл Мы могли бы сделать столицу Сеатла Потому что Олимпия, она очень маленькая Сеатл намного побольше Лучше бы Сеатл был, конечно, столицей Не надо Сеатл столиц Три кандидаты Там была, короче, еще кандидат на столицу штата Был этот самый, как его Беллевью Вы давно уже? С девяностых годов Я приехал сюда в девяносто-восемом году И вы в Сеатле или вы в таком Испокейне, где вы? Арлингтон, слышали такой город? Ближе к чему? Ближе к канадской границе Мне до канадской границы два с половиной часа 206-й экзит по пятерке Возле Арлингтонского аэропорта Понятно, понятно Так вы, я так понял, с Украины? Да, я с Украины, город Нижнечеринская область Ясно Что думаете по всему этому, то, что там происходит? А что я думаю? Ничего я не думаю, так бы сказать Я знаю, что Руководствует... Как бы объяснить... Мне нечего сказать Я, короче... Меня все стороной пронесло Но обычно это было в Библии предсказано Пойдет народ на народ, царство на царство И... Брат против брата И это все будет сбываться Но Иисус Христос сказал Чтобы мы не пугались всему этому А написано в Писании Возведите очи ваши Воздайте славу Ибо приближается спасение ваше То есть, на данный момент Я ничего не думаю Я просто наблюдаю за временами И готовлюсь к пришествию Иисуса Христа Чтобы быть готовым Чтобы когда Иисус Христос придет Чтобы я был готов Чтобы был взят на небеса Вот и все А что вы готовите к этому? Что вы готовите? Тревожный чемоданчик? Или как вы готовите? Нет Нет, стараюсь жить по Писанию И исполнять Писание Вот и все Ага Ну, слушайте Удачи вам Подготовки Ну, естественно Потому что Понимаете, если написано Что когда Христос придет Написано, что мертвые воскреснут из мертвых А мы, которые остались на земле Изменится в обновение опа Будем подняты на облаках Стретение Господу на небеса Потому что интересно После взятия церкви Кто останется здесь Начнется 7 лет великой скорби Не, ну я понял Я вам еще раз пожелаю удачи Всего доброго Религиозная тема Это абсолютно не моя Давайте счастливо Обалдеть Слушайте Слов нет Ну, самое главное Земле 6 тысяч лет Как скучно мы живем У нас пропал дух авантюризма Мы перестали лазить в окна К любимым женщинам Мы перестали делать Большие, хорошие глупости Какая гадость Какая гадость Это ваша заливная рыба Ну, самое главное Продолжение следует...